Здравствуйте, дорогие слушатели! В прошлый раз мы с вами вспомнили крестный путь царственных мучеников и просились с ними тогда, когда произошел их переход в вечность, 1918 год. И именно в это время Россия остается без того правления, которое было, начиная с 1918 года, и все меняется в ее жизни. Вы видите, что наша встреча сегодня посвящена как раз уже тому периоду истории, тому периоду духовной жизни, которое начинается после 1917 года. И мы опять с вами оказываемся в Москве. В Москве 1920-1940 годов. Это время, особенно 1920-е годы, конец 1910-х, все очевидцы вспоминают, как одно из самых тяжелых времен. Настоящий голод, тот голод, от которого умирают. Эпидемия, тифа, разруха. И вот в Москве того времени есть место, куда приходят многие-многие за утешением. В Москве, когда все разрушается и, казалось бы, ничего не может остаться от самой жизни, есть все-таки светильники, составляющие суть жизни. И вот один из таких светильников был отец Алексей Мичур, который сейчас уже причислен к леку святых. Его храм на Моросейке притягивал многих и многих. Например, вспоминает один из тех, кто ходил в этот храм, чем он был не только для личной его, но и для Москвы того времени. Гражданская война. Разруха в Москве. Было голодно, холодно. Зуревствовала эпидемия тифа, испанки. Но самая безысходность, самая тяжесть, условия она как раз и пробуждала людей войти в храм. Помню осень самого страшного девятнадцатого года. Москва, умирающая от голода и тифа. Эти черные улицы, расстроенная толпа. Храм еле освященный, нетопленный, отцаревший. Сеночные скорбящих, сеночные плачущих, текающих в себя от скорби, жизни невыносимой. Все потерявшие люди в этой жизни, лишенные зачастую порой самого необходимого, стали искать то, что не сможет отнять никакой строки. И вот именно тогда все, особенно тогда, все потянулись в храм на Моросеке. К отцу Алексею. Отца Алексея почитали обстанские старцы особо. Они говорили о том, что зачем вы приезжаете к нам, у вас есть свой старец, отец Алексей. Для того, чтобы нам вспомнить о нем, мы вернемся чуть-чуть назад, к тому времени, когда он, еще до революции, служит в своем приходе святителя Николая Кленникова. Отец Алексей получает этот приход, и приход очень немногочисленный, оказывается. Потому что он за это в центре Москвы, есть другие храмы. Но отец Алексей продолжает служить при почти в пустом помещении 8 лет. Некоторые протеерии говорили ему, ничего у тебя не выйдет, потому что не придут к тебе люди, зря ты звонишь. Все время отец Алексей каждую службу звонил и служил при пустом храме. Но через 8 лет все изменилось. Отец Алексей был женат на Анне Петровне, которую очень любил он свою супругу. И это Анна Петровна была женщиной горячего нрава, но глубоко любящая. Кроме того, она была и сердечницей. Это была у них в роду наследственная болезнь. И тяжко болела. Вот отец Алексей молился очень о ней и просил Господа оставить ее на земле. После одной из таких молитв она ему сказала, что ты меня не можешь больше отпусти. И отец Алексей понял, что действительно она, поскольку мучения ее были уже очень велики, он кончил молиться. И очень скоро она умирает. И вот здесь надо сказать, что отец Алексей был после потери матрушки своей, он был неутешен. И его утешил святой, праведный Иоанн Кронштадтский. Отец Алексей его лично знал. Он ему сказал о том, что теперь у него начинается новая жизнь, посвященная полностью другим людям, и что он должен разгружать чужое горе. И вот, собственно, с этого момента начинается жизнь уже того отца Алексея, которому притекало множество и множество людей. Отец Алексей, между прочим, так же, как и Елизавета Федоровна, ходил на хитров рынок, и там занимался пастырской деятельностью, показывал, были такие туманные картины. К нему постепенно все больше и больше притекает народ. Он получает большую известность, популярность. Приходит интеллигенция. У него приходил за советом, за духовной помощью, например, философ Николай Бердяев. Приходит и множество простых людей. В 1919 год, вот этот особый страшный год, стал переломным для определенной части интеллигенции. И многие, и многие хлынули в церковь. А как станет тяжело или скорбь какая будет, ты вспомнишь, что есть на Российском Москве, говорил Отец Алексей. И действительно, когда вспоминаешь его, то и встречи, так получилось в моей жизни, что я встречалась с теми людьми, которые были его духовными чадами, его знали не один год, то они все говорили, что огромное утешение и любовь шла от этого старца. Но у отца Алексея были дети. И его преемник, его деятельность был отец Сергий Мечов, о котором мы более подробно расскажем в дальнейшем. А пока, вот вы видите, он перед вами на экране. Множество народа окружало отца Алексея. Вот здесь он служил везде, куда его приглашали. Здесь, вы видите, он служит перед открытием храма. А это его келья. Его комната, куда притекало множество и множество людей. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Кровать, очень скромная. Иконы, коврик. Все указывало на скромность этого великого старца. И вот надо сказать, что в этой комнате он принимал огромное количество людей. В этой комнате решались множество судеб. Вопросы, начиная с, казалось бы, самых мелких, незначащих, но на которые отец Алексей понимал, что они для попрошающего очень значимы. И вопросы, связанные с судьбой человека. Не только судьбой человека, но и с судьбой церкви. Время было очень тяжелое и для церкви. Потому что, по сути дела, она оказалась в бесправном положении. И вот я хочу привести один только пример того, как в это очень сложное время отец Алексей выводил свой церковный корабль и общий церковный корабль. Как бы его проводил между Сусцилой и Харибдой. Пример очень мудрого руководства. Надо было подавать регистрацию, то есть регистрироваться в каждой общине. Вышло такое восстановление. И к отцу Сергию приходили священники. И в частности, приходила его духовная дочь Александра Ермолович с вопросом о том, как быть ее духовному отцом. Она была и у отца Константина Всевятского, глубоко почитаемым отцом Алексея Священника. А отец Алексей Мечев для нее был, как ее высший духовный руководитель, старец. Она пришла спрашивать, что делать. Подписывать ли эту регистрацию или не подписывать. Отец Алексей в этой вот как раз келье, которую вы видели на экране, молился и после этого повелительно сказал, пусть подпишет. И пусть сам ко мне придет. Мы с ним еще потолкуем. Я облегченно вдохнула. А вы, как батюшка. Он отвернулся, покраснел и, не глядя на меня, начал говорить об общем трудном положении церкви, иногда безвыходном, когда приходится уступать, чтобы спасти хоть нечто и некоторых, когда люди добровольны, идут нам очень часто. Потом вдруг круто оборвал, поднял голову, лицо его преобразилось, глаза стали темными и глубокими, и он, как бы весь вспыхнув от внутреннего огня, голосом полного любви и страдания, сказал, я не могу требовать от них мученичества. Он Бог. Мне этого не велел. А я, я сам, моё дело другое, особое. Я одинокий, сижу в берлоге, так он назывался, «Я решаю только за себя, за мной никого нет, я подписывать не буду», плохо сказал он. И надо было видеть, каким выражением он это говорил. Тут было упорство, внутренняя борьба со злом, заливавшим церковь. Казалось, отец Алексей своим поступком хотел покрыть тех, кого он любил, жалел того, кто должен был подчинить, покрыть их перед Богом, если бы это оказалось нужным. Обратите внимание на то, как с одной стороны он говорит о том, что подписали эту декларацию, а с другой стороны лично он подписывать не будет. Он готов идти на это мученичество, но других он посылать не только не считает возможным для себя, но и считает греховным. «Смотри, говорил он, ему этого, вот этому священнику отцу Константину Севсенскому, не говори и вообще никому не говори. Поняла? Скажи ему про меня как-нибудь, а про это не надо. Смотри, ну да вы думаете сказать, придумайте там что-нибудь. Про меня священником нельзя говорить. На меня все смотрят, чтобы поступить как я. Идите. Уйдешь или нет? Повторял добродушный сердит, видя, что я не двигаюсь. Я молча с благоговением упала ему в ноги и вышла. В этот раз мне стала и сна вся великая батюшкина забота о ближнем, о своем брате-священнике, его понимании тяжелого положения, в котором тогда ощутил духовенство, его христианское, всеобъемлющая любовь, полная такой удивительной ценности. Ну, а это я вам привела пример как раз того, как этот отец Алексей, навет немощный старец, в своей келье по сути дела определял судьбы православной церкви. Патриарх очень счастлив отца Алексея. Когда он умер, то патриарх приехал его отпевать. Святейший Патриарх Тихон, тоже ныне прославленный русский православный церковь. Были примеры совсем другие. Например, вот такая была история, которая вспоминает дьякон, бывший дья, уже, конечно же, человек давно умерший, о том, как он пришел отцу Алексея, естественно, какой-то первый раз и увидел, что он пришел в очень голодное время, тогда, когда голод был такой, что баночка с вареньем казалась чем-то совершенно необычайным роскошью. И вот Михаил секретом вспоминает о том, что, когда он увидел эту баночку с надписью, записочка такая была приклеена к дорогому батюшке, то он подумал, однако кобик-то хорошо живет, когда в такое голодное время варенье ест, и разом у меня все доверие к нему пропало, и разговаривать уже не хотелось, но, значит, мол, такой же, как и все. Вот пока я раздумываю, приходит батюшка, посмотрел мне в глаза, лбнулся и говорит, значит, этому старику не стоит доверяться, потому что он варенье ест. И так мне стало легко, как будто он все мое недоверие к себе и сомнение взял и выбросил в окно. Вот этот Михаил Афикритов стал потом верным духовным сыном отца Алексея. Ну, а была у него такая духовная дочь Александра Ермолович, как раз который приходил и спрашивал про своего у него два духовных отца Алексея и отец Константин Северский. Вот она оставила самые, может быть, обширные воспоминания с точки зрения внутреннего облика отца Алексея. Она рассказывала о том, как, во-первых, отец Алексей привел к Богу ее мужа, который, конечно, не был атеистом, но он был человеком далеко не церковным. И рассказывала она и о том, как отец Алексея, вот как раз перед вами фотография того периода его жизни, по сути, дело подготовил к переходу в вечность человека к этому совершенно неготовому. Каким образом? Вот эта вся история, она показана именно через духовное видение, именно силы молитвы. У отца Алексея многие свидетельствовали был дар прозорливости. К нему, особенно в это время гражданской войны, приходили многие спрашивать, как молиться за пропавших, как за умерших, напомин души или же здравия. Отец Алексей отвечал четко и ясно, как молиться. И то, что он отвечал, было именно так. Но Александра Ермолович свидетельствовала не только об этом. Она подробно записывает то, как отец Алексей силой молитвы изменял человеческую душу. Муж Александра Ермоловича был врач. И он у него был пациент, которого он очень любил и с которым он дружил. И вот этот пациент заболел, ему стало плохо, он не мог даже дойти до своего дома, лежал в доме Александра Ермоловича. Вот этот товарищ и друг мужа был очень хороший человек, но он не мог примириться со своей дочерью, которая вышла замуж за коммуниста. И этот коммунист тоже вот здесь надо сказать, что у отца Алексея было очень отношение терпимое, очень любящее. Этот коммунист, он был, как пишет Сантр Ермолович, человеком порядочным, и дочь с ним жила хорошо. Но тот ее отец не мог ее принять, не мог с ним примириться. Вот в таком состоянии вражды он, по сути дела, умирал в квартире мужа Ермоловича и в ее квартире. Она прибежала к отцу Алексею и стала просить о том, чтобы батюшка помолился. Она была с полной глубокой верой, что молиться батюшке может все. Что случилось? Ведь он ответил Алексею этими словами. Сделайте так, чтобы он не умер. У меня была горячая вера и несомненное убеждение, что батюшка может восстановить смерть. Нужно, чтобы он помирился с дочерью. А так уж как хотите, батюшка, пояснила я свою просьбу. Батюшкины глаза стали темными и глубокими и глубокими. Лицо его преобразилось. Он почти молча смотрел на меня. Я вдруг испугалась, что он не захочет помочь. Но он торжественно и глубоко наконец произнес хорошо и помолчав добавил имена Михаил Мария. Михаил Мария медленно проговорил он. Буду молиться. Вид его стал самообыкновенным. Дело было массы. Человек умирал, а батюшка сказал, ну он помирится с дочерью, заживут хорошо. Какой жизнью думаете будет жизнь? То же, что и до болезни, тихо ответила я. Несомненно. Батюшкины глаза снова стали темными и глубокими. Лицо преобразилось. Он казал успехом не только меня, но душу умирающую и самую преисподнюю. И так сказал он в упор глядя на меня. Что нужно ему? Жить или умереть? Отвечай. Я чувствовал, что у меня страх в сердце остановилось. Точно от моего ответа зависла жизнь больного и не сводя с батюшки глаз, я глухо умереть. Правильно. Иначе душа его пойдет. отец Алексей видел, что быстро он будет жить все той же жизнью, той же ссоре с дочерью, вражде и так далее. Он не докончил и сразу сделался простым, даже веселым. И тоже стало весело. Душа Михаила будет в раю, то сделает отец Алексей. И так помолчав сказал, будем молиться за Михаила и Марину, будем стараться. И значило, что нужно молиться за них не только Арту Константина, но и мне. Теперь и дети во имя Отца и Сына и Святого Духа. И он богословил меня большим крестом. Ну, дальше она подробно описывает ход болезни Михаила, что ему становится то лучше, то хуже. Наконец, ему стало лучше. И он был переведен к себе в дом. В процессе болезни больной принял свою дочь. И она стала ухаживать за ним. Они снова были счастливы. Он не на шаг и не отпускал от себя. Когда я к нему зашла, вспоминает Ермолович, он посмотрел на меня, как бы спрашивая, довольна ли я. Я его перекрестила, поцеловала крепко и сказала, хорошо очень, но это еще не все. Он серьезно посмотрел на меня и сказал, я знаю. здесь речь идет у них о том, безмолвная речь, о том, что ему необходимо исповедоваться и причаститься. И вот это тоже происходит. Отец Алексей по сути дела, дальше тоже очень подробно рассказывает Молодой, как он вымаливает эту душу. Больному становится хуже. Доктора применяют все способы, но ничего не могут сделать. Дежурная сестра рассказывала, что он мечется в тоске и ужасе. Кого-то видит и от кого-то не может освободиться. Потом вдруг успокаивается и лежит тихо и мирно. Какой-нибудь праведник за него молится, сказала она. Всегда так бывает. Духи подступают и мучают их, а по молитвам того человека они отступают. Нам это знакомо. Вот все это предшествовало тому, то истоведие причастие, которое Михаил исполнил. Сестры о батюшке ничего не знали. И в этот раз я не стала им об этом говорить и самой стало страшно. Я подошла к больному, перекрестила и поцеловала его. Он открыл глаза, узнал меня из тревоги и страданий и посмотрел на меня. Я обещал, не забыл, исполнил. Тихо сказал он. Когда он все исполнил, Ирмолович к нему пришла, она увидела его совершенно преображенного. он лежал тихо и лицо его было какое-то просветленное. Теперь будет хорошо, хорошо. Светло, светло, повторял он. Сильно молились мы с сестрой его из Галурья. Она меня спросила, не нужно ли приготовиться так, как он скоро отойдет. Нет, сказала я, он умрет в пятницу днем. Почему он так сказал? Потому что отец Алексей предвидел именно этот день. Именно это и произошло. к работе человек лежал совершенно со светлым лицом, преображенным. И Малович понимала, что все это сделал отец Алексей, никогда не видя этого самого Михаила. Сестры медицинские рассказывали, как они все время его болезни наблюдали за ним, как он до примирения страдал физически нравственным. Как часто кричал, пустите меня, не мучите, пощадите. Какая перемена с ним произошла после примирения и как он умирал покойно. Последнюю ночь дежурная сестра три раза слышала стук в окно и поняла, что то смерть приходила за ним. Это не раз у них на практике случалось, что они слышат и чувствуют, как смерть приходила за умирающего. Все это очень удивительно нам было. Закончили они свой рассказ. Скажите, кто за него так молился и молился. Я им всем рассказала, как было. Вот этот рассказ, он, конечно, поражает еще и тем, что это пишет очевидец. И вот Александр Ермолович, у нее очень живой стиль, но она была женщина глубоко верующая с одной стороны, с другой очень умная женщина. Нельзя сказать, что это какая-то восторженная такая экзальтированная особа, которая не понимает, что пишет. Кроме того, она была женой врача. Но я не буду вам приводить все примеры того, как отец Алексей и ее мужа точно так же вел его душу практически еще до того, как его не видел и не знал. Отец Алексей обладал как раз той силой молитвы и той силой любви, которая могла изменить человеческую жизнь и человеческие души. И кроме того, отец Алексей он прекрасно понимал, что у каждого человека есть по сути дела своя мира и свои обстоятельства, которых он или может или не может исполнить то, что должно ему исполнить по уставам церкви. И вот особенно это было очевидно уже эти голодные 19-е годы, 20-е годы, потому что к нему приходили люди для того, чтобы причаститься. И он вопреки правилам приходили порой и не больше перед этим в церкви. Он их причащал, потому что кто-то ему рассказывал, что он не мог прийти со смены в церковь. Кто-то специально ехал из-за города или шел пешком, потому что не ходили трамваи, поезда и так далее. И приходил уже, по сути дела, в середине литургийный, потому что он в это время спал, а потому что он шел. И отец Алексей говорил о том, что ведь по сути дела человек подвижник, он подвиг совершил, чтобы прийти на службу, я его после этого не причащу. Отец Алексей видел душу каждого человека и пытал и подходил именно с индивидуальной своей мерой. И вот этот мараасийский храм притягивал к себе многих и многих людей. Я уже говорил, начиная от простого народа, который стоял, толпился, ждал отца Алексея и кончая интеллигенцией и уцелевшей аристократией. Также Ермолович приводила к отцу Алексею представителей аристократических сословий, все потерявших и приходивших может быть даже не за решением каких-то духовных вопросов, но вопросов жизни и смерти, которые, конечно, тоже являются духовными. Где их дети, живы ли они и так далее, и так далее, и так далее. Отец Алексей до революции был в Сарове на открытии мощей преподобного Серафима, преподобного Серафима Саровского, того преподобного, который как раз и прославил, как вы помните, государь-император. И вот здесь посмотрите, я вам сейчас покажу, крест и могила отца Алексея, написано его завет, завет духовным его чадам и тем, тем, кто остался друг друга циготы на оси, и так исполните закон Христов. Вот этот путь, путь любви под жертвы, он, по сути дела, под пламенной любви, близок очень преподобному Серафиму Саровскому, чудотворцу, который встречал каждого человека словами «радость моя». И вот как раз эту традицию воспринял отец Алексеевич, именно эту традицию окормления старчества. и не случайно совершенно, что между этими двумя святыми одним в XIX столетии и другим святым уже в XX столетии была связь, о которой свидетельствует одно духовное лицо. В 22-м году летом отец Сергий Николаевич Дурылин, священник, возвращаясь от литургии на Моросейке в часовню Боголюбской Божьей Матери, где он был настоятельным, рассказал следующий случай. Говорят, чудес нет. А я вот сегодня был свидетелем такого чуда. В наш храм на Моросейке пришла женщина. Она много плакала и рассказала о себе следующее. Она жила в Сибири, в городе Тобольске. Во время гражданской войны у нее пропал сын. Она не знала жив ли он или он. Она много плакала и молилась. Однажды она изнемогала от слез. И вдруг веет преподобного Серафима, который топориком рубил дрова. Вдруг, убернувшись к ней, он сказал, а ты что плачешь? Поезжай в Москву на Моросейку к отцу Алексею Мичеву. Сын твой найдется. И вот женщина, которая ни разу в Москве не была, имени отца Алексея Мичева не слыхала, решилась на такой дальний по тем временам путь. Ехать приходилось то на товарном, то на пассажирском поезде. Ну, прерывая это воспоминание, напомню только, что была проблема проехать из Москвы в пригород в то время, не то что из Тобольска в Москву. Но Бог знает, как она добралась. Наконец, не только добралась из Москвы, но она шла в церковь и батюшку, на которую указал преподобный. Вот поэтому слезами линии радости текли у нее по лицу. Так закончил рассказ отец церкви. Что же стало с ее сыном, нашла ли она его? Кого спросить об этом я не знал, пишет вспоминающий. Существа необыкновенных случаев совершались еженедельно в храме. Существа как бы утонул среди всех других, а отец церкви уехал в церкви. Я думал, что я никогда не узнаю конца этой чудесной истории. 22 июня 1923 года представился к вечным обителям отец Алексей. На поменках его было собрано весьма много народу, большинство его духовных детей. Говорили о разных случаях из его жизни, о его прозорливости, о его умении утешать страждающих и умиротворять их. Но никто не вспомнил или не знал о случаях с этой женщиной. Тогда я, пересказав рассказ отца Сергия, спросил, не знает ли, кто из присутствующих эту историю, не знает ли, нашла ли мать своего сына. Кто-то из далеко стоящего стала, оказался ведущим. Михаил Данилович и Секретов, это как раз тот Михаил и Секретов, который, смотря на баночку с вареньем, подумал, что попик-то хорошо живет, а потом он стал духовным чадом отца Алексея. Вот он сказал всем присутствующим, да, была эта женщина, нашла своего сына, приезжала еще второй раз в Москву и поставила в церковь свечку в знак благодарности. Вот так один старец, отец Алексей, оказался связанным с другим любвеобильным старцем, святым и преподобным Серафимом Саровским. Такое духовное родство, такая преемственность была между ними. И вот это чувствовалось ко всем тем, кто приходил к отцу Алексею. Это был не просто добрый человек, добрый священник. Я вот специально вам прощала этот случай, как он готовил переход человека в вечность. И ведь если даже посмотреть вот так, как он спрашивал Ермоловича, что ему лучше, жить или умереть, то эти вопросы сами для себя очень страшные. Вопросы, на которые он мог дать ответ, не он, а через его уста давал сам Бог. и люди вот это чувствовали, что это не просто человек добрый, пострадающий, что его доброта, она совсем иная. Это по сути дела та любовь божественная, которая ему дана. И именно поэтому он и видел очень многие сердца. потому потому что вот как писал и такой святой, сердцем и святой свидетель Николай Велимирович, истина открывается любви. И видя, сострадая этим людям, он видел их душу. И будучи самым очень чистым сердцем, он был рядом с Богом. И поэтому ему открывалось и течение века. Ему открывалась и та жизнь, в которой жили эти люди, и то, с ними далее будет. Зависим как раз природа этого мистического прозрения, природа глубоко, с одной стороны, она конечно до конца не понятая, невозможно ее понять, но с другой стороны, она действительно объяснила в словах святителя Николая Велимировича. Истина открывается любви. Мне рассказывала духовная дочь отца Алексея о том, что огромное количество людей накормляла. Сама она была совсем юной девушкой, когда к нему пришла. И наряду с ней был Силос и Дордиаев. Он венчал Виальцеву, исповедовал ее перед извинчанинцем. Известная была до революции певица. И вот всем людям, которые к нему соприкасались, казалось, что он их любит больше всех, что они ему больше всех нужны. И это не казалось, потому что он каждого любил той любовью, которая была нужна ему. когда отец Алексей он, во-первых, конечно же, предвидел свою смерть. Его вызывали перед этим на допрос в ГПУ, но он возвращался каждый раз, и его семья и духовное чадо были в тревоге, он им сказал, вы не волнуйтесь, меня они не посадят. Не дал понять, что он умрет своей смерти. Совсем незадолго до кончины отец Алексей уезжает в Вереё. Там как раз он снят на пороге своего дома как в Вереё. Он уезжает в Вереё, прощаясь со своими духовными чадами, и говорит такие слова, что ничего, я скоро вернусь. Буквально эти слова исполняются. Отец Алексей знает, что через сколько дней он вернётся, но он уже возвращается в гробе. В Вереё он как бы собирает всё самое дорогое из своего опыта и пишет сам себе надгробное слово. Это совершенно небывалый удивительный случай, чтобы священник при жизни написал сам себе надгробное слово. И завещанием, чтобы это надгробное слово пораспачили. В этом надгробном слове он называет свои отличительные качества и сам выделяет то, что его отличала любовь к людям, данная ему от Бога. Вот почему он так делает. И, конечно, такое письмо может вызвать у нас вдумение. Это надпись «Друг друга цыгаты носите и так исполните закон Христов». Вот эта надпись на надгробе не случайна. Ведь, по сути дела, в надгробном своем слове отец Алексей объяснял себя его духовного отца своим чатам, чтобы они поняли до конца его, потому что понять святость невозможно. И, общаясь с ним, люди действительно оставили воспоминания после этого о нем. Объять его отца Алексея они не могли. А он честно и прямо без вот той ложной, именно ложной скромности, которая бывает хуже гордости, рассказывает о том, что в нем было и что он не осудил, чтобы они потом это помнили и как его духовные чады исполняли то страшное время, которое на них надвигалось. А это страшное время отец Алексей, конечно же, провидел, знал и это было видно тогда, особенно, когда он говорил о своем церкви, отец церкви и ничего. Отец Алексей был прославлен русской православной церкви и храм на Моросейке был более десяти лет назад открыт опять почти ровно три года три года и несколько дней три года и два дня 29 сентября был перенос мощей отца Алексея старца отца Алексея хозяином Россейки вот опять перед вами на экране отец Алексей уже тоже незадолго относительно незадолго до своего ухода а это как раз запечатленные кадры того как переносили мощину то есть гроб с незленными останками отца Алексея Ничева отец Алексей был похоронен сначала на Лазаревском потом на немецком кладбище и к его могилке до его прославления приезжали многие и многие просили помощи у них когда было принято решение его коммунизировать то так как происходит коммунизация его мощи гроб открыли и свидетельствовали нетленные его останки представляете вы сами сколько это прошло лет того времени и вот и вынесли этот гроб по улице Москвы и это было действительно настолько великое торжественное зрелище которое застали некоторые духовные чадо отца Алексея еще оставшиеся живых вот перед вами уже гроб мощами который стоит рак от мощами который стоит в храме отца Алексея свидетеля Николая в Клюниках а это та самая служба первая служба как бы после того как были перенесены мощи 29 сентября 3 года назад вот по сути дела эта история одного из толпов всех времен 1920 годов она имеет продолжение потому что как я вам говорила у отца Алексея был сын отец Сергий Мичур и он вступает на путь священства при поеме отце и очень много его уроки он усвояет и более того после смерти отца Алексея духовное чадо отца Алексея переходит к отцу Сергея Мичур то есть он становится непосредственным его преемником и очень многие те кто перешли им было первые годы сложно потому что отец Сергий был еще очень молодой священник но его ждал тот путь который увидел его отец отец Алексея говорил что это церковь будет выше меня но это уже выше ниже дело не в этом но он понимал что это будет очень значимая фигура яркая глубокая сильная фигура и в жизни русской православной церкви того времени и для тех кто к нему приходил за кормлением и его судьба она была несколько иная чем судьба отца Алексея годы были иные отец Алексея умирает как вы помните в своих местах а когда вы читали название нашей с вами встречи вы видите что отец Сергий Алексеев был мученик вот с одной стороны преемник отца Алексея и с другой стороны другой путь об этом мы с вами будем более подробно говорить об пути отца Сергеевичева и о тех лицах которые были рядом с ним но кончая нашу встречу с отцом Алексеем надо сказать что в современной жизни очень и очень многие так же как и раньше приходят опять к отцу Алексею но приходят уже к отцу Алексею к его святым мощам и просят его помощи и ее получают в этом храме существует книга в которой люди заносят все то что произошло в их жизни по молитвам отца Алексея уже на гробе уже в вечности вот таким образом то что он говорил а как станет тяжело или скорбь какая будет ты вспомни что есть моросейка в Москве вот эти его слова они полностью живы и сейчас и не только в 1920 годах и так в следующий раз мы с вами встретимся его сыном и с теми духовными чадами которые его окружали и оставили тоже свои воспоминания и перенесемся уже в более позднее время в 1930 год всего доброго до следующей встречи